всем привет мои дорогие добро пожаловать в новое видео я вам всем очень рада надеюсь что вы тоже но надеюсь что никто бульон больше не разольет увидев что есть новый выпуск на ютубе как моя зрительница последних комментариях разлила бульон и потом пока мыла всю кухню меня вспоминала и не с одной стороны радость на конечно это читает что так ждете с другой стороны даже неудобно что видео так редко выходят но ничего на все есть свои причины уже обо всем говорила сегодня будем начнем я буду готовить ленивые вареники заодно тут даже рецепт нашла специально для вас потому что я готовлю всегда на глазок ну бывает так что они рыхловатые получаются и опять же если уже вам показываю дату рецепт вроде как нужен поэтому сегодня с рецептом если не готовили то попробуйте я раньше когда маленькие дети были готовила чаще потом как-то перестала а тут они у меня просят я вот даже день через день вот спрашиваю что хотите на завтрак они предлагают именно ленивые вареники поэтому готовлю поливаю потом ягодками и им очень нравится я специально для вас сегодня немножко в начале добавил наши природы до сих пор видите за окном какой туман такой красотой каждый день любуюсь это вот знаете такое подтверждение как присутствие создателя нашего потому что ну не может никакая эволюция вот такой красоты даже как создать можно так сказать у меня здесь я забыла сказать двойная порция по рецепту и я еще потом еще делала для сов дополнительно количество муки может быть у вас и больше понадобится потому что у всех творог разный у нас домашний мы уже давно берем не мы даже у меня Игорь он прям любит и для него это целое не не знаю как он прям любит у меня по рынкам ходить он любит по лесам за ягодами вот это вот они недавно ходили собирали ежевику и выходные какие-то Игорь прямо говорит давайте поедем еще ягод пособираем я конечно бывает не хочу никакие ягоды я хочу куда-то поехать погулять отдохнуть но так как он человек намного старше меня он говорит Аня ты понимаешь что ягода закончится через несколько недель и будешь ходить по театрам хоть каждую там неделю каждые выходные а ягоды и варенье дети очень любят поэтому вот когда с утра я тут готовила из творога который он купил вареники и тут сметанку Мишу с удовольствием достал домашнюю ягодки были подварены это Игорь сам тут перебирал с детьми и подваривал конечно это все приятно потому что и мне помощь и дети это любят и внимание папы ну и плюс папина любовь я говорю тебе надо ферму и сады вот прям любителем вот этим заниматься и говорю еще какую-то школу где ты будешь детей обучать еде вот прям тебе сдавать детей знаете как лагеря такие и будешь их в течение там двух недель кормить разными продуктами и заниматься таким обучением что прямо из него это педагогика прет по-другому не скажу тебе надо вот чем-то таким и заниматься с детьми у него очень хороший контакт поэтому я мне кажется что у него вот такой как сказать бизнес да он бы у него получился я сейчас перешла в детскую комнату как Амелия с Мишуней Мишунька ушел в садик буквально до обеда отправила его потому что там они поют к утренникам готовятся кусочек кстати потом в конце вставлю и немножко расскажу или сейчас давайте про садик про опыт спрашивали у меня вот поэтому я его на он конечно всегда просится только до обеда чтобы его в садик отводили когда дети в школе конечно им договариваюсь давай говорю на полный день там день или два у него есть выходные но один точно на неделе Игорь так придумал что у него есть выходной на неделю чтобы ему как-то вот было было была возможность выбрать когда он себе делает выходной перебираю сейчас Мишунькину одежду столик его светящийся поставила в этот уголок потому что ему дополнительного света не надо он здесь больше с песочком играет когда включает дополнительный вот этот свет именно в столе поэтому сюда пока убрала там мольберт ближе к свету и перебираю сейчас одежду он закидывает все в ящики ему не хочется наклоняться под кровать у него вообще у всех детей ну кроме Савы наверное вся одежда умещается в один выдвижной ящик кровати у нас мало одежды я так слежу чтобы было можно сказать такое маленькое количество потому что чем больше ее тем больше ее валяется потому что есть соблазн вытащить одеть кинуть и перекладываешь постоянно это все поэтому сейчас я покупаю только по надобности что-то пижамы например он за лёвой донашивает где-то тут даже их больше чем надо потому что за Савы еще что-то было ну так получилось а с одеждой я смотрю только вот что действительно нужно тогда мы подкупаем и смотрю что только сейчас до меня дошло что ему действительно неудобно пользоваться ящиком под кроватью раз он все это складывает вот в комод значит нужно сюда игрушки будет переместить а в комод все-таки его вещи вы спрашивали у меня про садик про мой опыт потому что дети у меня не полноценно можно так сказать с яселя как обычно они у меня не ходили в садик Сава не ходил потому что Игорь очень сильно переживал что он будет часто болеть ну вот когда первый ребенок наверное у всех так двойняшки там ковид мы уезжали поэтому тоже они так чуть-чуть походили я вам скажу что я вообще не замечаю никакой разницы от других детей которые с яселек все нормальные дети такие же активные поют танцуют на утренниках никто не стоит мне просто писали раньше в комментариях во время ковида они у вас тут дикие вырастут вы их дома на какие-то секции не водите все у них нормальное сообщение во дворе с друзьями все как у обычных детей поэтому не переживайте если не хотите водить не водите живите так как вам хочется а не как сказал кто-то сосед или даже ближайший родственник единственное что хочу к этому добавить что семьи разные детки опять же разные кому-то очень сильно нужна коммуникация и я например считаю что мы с Игорем много очень даем много времени проводим с детьми бывают детки с бабушками сидят бывают бабушки не очень хорошо себя чувствуют не могут лишний раз куда-то повезти ребенка во дворе например там сильно переживают не отпускают поэтому тут у каждой в каждой семье своя ситуация если вы адекватно и можете дать ребенку многое и тогда и пожалуйста занимайтесь просто конечно садиком меньше времени у родителей требуется от родителей наверное да чем без садика пока говорила не не сказала вам сейчас разбирала в комоде тут тюль у меня на полу это все остатки для ветоша вообще всю одежду я складывала но так камель у меня увлекла шитьем поэтому теперь она из этого всего вырезать кусочки и сшивает спрашивали еще в последних комментариях покажите свадебную фотографию но сейчас вставлю вам рядышком несколько кадров думаю что вам будет любопытно у нас была домашняя свадьба такая маленькая мы расписались потом поездили с самыми близкими в красивые места пофотографировались а потом улетели на бали и там нас уже была фотосессия потом еще сингапур заезжали так примерно три недели путешествовали у меня была такая мечта но такая была несбыточная я честно говоря не рассчитывала вообще что у нас будет но игорь давай правда так сделаем и вот исполнил мою мечту мы так и сделали а свадьбу большую мы не отмечали потому что мы на год раньше собирали все распланировали оплатили и умерла у игоря мама мы не успели и так уже перенесли на год и и решили просто уже для друзей не делать потому что самое главное это на родственники родственников у нас мало такой маленький круг поэтому самых близких собрали и улетели но я думаю что их правильно сделали заказала здесь новые тряпки и вместо у меня были цветные временно губки я покупала хотела что-то новенькое попробовать купила натуральную как она правильно называется я не знаю натуральная какая-то губка продаются они такими плоскими когда намочишь то их раздувает и опять же с деревянной ручкой щеточку заказала для мытья посуды до этого я заказывал тряпки я вам сейчас покажу чуть чуть попозже цветные губки скорее всего отсюда уберу я и больше использую для мытья там обуви в туалете чтобы не перепутать и на кухне больше все такое нейтральное я пришла вечером не нужно разделать баранину игорь купил такое две ноги я как раз уезжала с ночевкой к подружке на концерте были и она лежала что это баранин лежала на балконе меня ждала вроде как игорь мог сам разделать готов я без тебя не раздела пришли не знаю что ты с ним будешь готовить я вот только раз перчатки взяла достала все тряпки потому что нужно было тут на кухне освежить прокипятить тряпочку в отбеливателе тоже как раз я заказывала приехал и вот только сюда пришла помыла фрукты на тарелку положила все что на балконе всего лежала груши и дети у меня любят и помните вам рассказывала хотите чтобы дети больше ели надо все приготовить на стол положить они бегают мимо и обязательно съедят но тут особенно если это мало ешки бывает и за братиками повторяют да и могут если малыш например могут поесть вот так и у нас дети уже поели но сейчас захотелось печенье потом масло сливочное тоже достали тыгорь кусочек покупал на мини-рыночки лёва этот хижевику как раз разделывает у меня могут быть видео кусочки знаете так я их могу где-то менять местами поэтому где-то что-то может быть нелогично но в принципе с такой рутина у нас все равно это все постоянно повторяется поэтому без разницы ежевика может вообще два дня подряд собираться или ажина вот мы тут тоже варенье подваривали вот достаю сейчас доску потому что не может это разъединить две ноги а так как у меня духовка маленькая то полностью вот эта пара не нога у меня не помещается чтобы ее испечь не отвлекайте папа с ножом у нас как-то легко в семье ну мы как-то легко относимся раньше я немножко обижалась если игорь мне там делал какие-то замечания вот готовить там не умеешь или еще что-то сейчас как-то у нас все стало намного проще знаете как сначала какие-то требования какие-то представления там о жене что может быть родительские представления чтобы это должно вот это вот это вот это у муж тоже должен вот это начинаешь где-то что-то тебе не нравится да и бывает или обижаешься или выговариваешь сейчас у нас такой у нас будет вот 4 ноября 20 лет уже со дня знакомства поэтому мы многое пережили и опять же меняя в свой внутренний мир ты меняешь отношения наверное к окружающим и самое главное к своим близким поэтому я стала меньше вообще придираться и вообще чего-то требовать и соответственно мужу у мужа тоже самое стало проявляться потому что у него есть это критичность как в прошлом видео да там про орехи я раньше это обижалась сейчас я как-то спокойнее и где-то с улыбкой и он точно так же стал ко мне относиться поэтому мы как-то договорились потому что все-таки это жизнь и не надо так серьезно к этому обо всем можно договориться были бы была бы любой главное главное в семье вот поэтому мама у меня бывает конечно переживает что слишком много чего ты показываешь другой стороны это жизнь и я не вижу смысла прям это скрывать мне кажется будет здорово если молодые девочки смотрят мои видео увидят в перспективу что будет если родиться один-два-три ребенка что хозяйство и быт это не только дело одной женщины и вы можете не уметь готовить или муж и все это как-то как бывает вы мне пишите ань вы так меня там успокоили или некоторые переживают что злятся на мужа на семью потом меня вспоминают им становится как-то неловко у меня все то же самое что у вас было просто на все нужно время и главное желание поменять себя и отношения в своем доме если вы это замечаете если вам неудобно или вы переживаете за свои какие-то истерики значит вы их видите значит вы обязательно все это исправить и вообще не надо об этом беспокоиться пока с вами говорила про кипятила в кислородном отбиливателе кухонные тряпки одну повесила сушиться второй пользуюсь и играми тут раздела я заморозила одну ногу затем на осталось косточка на бульон мякоть тоже он все снял для второго и вот эту ногу разрезали на две части то что у меня маленькая духовка поэтому сейчас просто два кусочек рядом положу и у меня вообще не осталось никаких приправ у нас у закончился ближай ближай закончил закрылся ближайший супермаркет и все так получилось что реже хожу до дальнего игорь там ходил с детьми заезжал и вот не купили поэтому сегодня у меня остатки перца чеснок соль это я так нафаршировала мужская даль нашпиговала баранину и и сверху взяла в таких случаях беру если есть майонез так что было немножко повкуснее также итальянские травки и вот соль перчик ну и все сейчас поставлю в духовку а здесь мешоньки надо отмыть лёва его разрисовала ручкой это вертолетики на спине нарисовал потом ноги фломастерами они нарисовали амелия мне тут шла на танцы она в коротких лысинах а ноги изрисованы и мне пришлось взять даже жидкость для снятия лака потому что ничем не оттиралась я попробую молочком и маслом жидкостью получилось потом еще от мылом помыла ноги и вот сейчас то же самое к садику готовимся а это мы на концерт алексея чумакова тебе первый большой концерт в калининграде нам так понравилось я когда узнал увидела афишу я девчонок своих позвала в моих стареньких подружек самых близких и всем оказалось что всем музыка нравится и мы купили билеты отправились на концерт натанцевались очень было здорово сейчас будете смеяться но это первый концерт моей жизни на который я собралась сама раньше меня приглашали то были маленькие дети только вид как тот не было такого что я сама организовывала себе отдых я ждала от мужа когда у меня куда-нибудь позовет сейчас я стала делать так как я хочу отходишься на концерт я могу вообще одна пойти мне будет хорошо будут танцевать я не буду сидеть на месте скукожившись и думать чтобы мне кто-то подумать я выйду на лестницу и буду танцевать весь концерт получать удовольствие также подумал о том что на сцене человек который безумно талантлив он проявляется в этом мире а сколько девочек в зале сколько нас мамочек которые в быту застреваем бывает плохих негативных мыслях или бежим на нелюбимую работу постоянно кого-то в чем-то осуждаем вроде как кто-то виноват кто-то должен пригласить кто-то должен изменить на самом деле все зависит только от нас вот такие концерты мне кажется они даже заряжают и показывают пример что жизнь может быть совершенно другой главное просто обратить на это внимание захотеть и можем прожить яркую интересную жизнь а АПЛОДИСМЕНТЫ Каникулы у нас лежат, постелили здесь ковер, девчонки, вы меня спрашивали, это наш ковер, Лев, у тебя грязные носки, смени, пожалуйста, это наш ковер из дома, я хочу его дать объявление продать, еще это не продали, он взял в коридор, я его почистила, постелила сюда, все, теперь дети стали играть на ковре на полу холодно. Покажу вам сейчас тряпки, которые заказала еще раз, это Веледа, в наборе было, вот, получается, 5 тряпочек, большой размер у одной, то есть я ее, вот, розовую я для кухни использую, может, вы меня уже видели, они мне порвались, я уже выбросила, на кухню они самые такие быстро, быстро портятся, но не прям, тихонечко, не прям быстро, я разрезаю вот так, у меня ветер тут шумит на балконе, сейчас цветок будем пересаживать, так, и я использую на кухне, вот, такую же похожую, вот, прям, по качеству, ну, уже там много раз кипятилась, она стиралась, это я вам, помните, показывала, я купила в фикс прайсе, по-моему, там, дешево, она стоила, меньше 100 рублей стоила, по размеру она вот такая, то есть она, конечно, меньше, да, чем Веледовская, в два раза, можно сказать, но она также впитывает такой же эффект, и так как они были в одном цвете, я использовать стало только на кухне, иначе дети у меня могут пойти унитаз еще помыть такой тряпкой, поэтому для этих целей я именно беру разные, потому что семья у меня вся принимает участие в уборке, и все уже знают, что вот это кухня, вот это новая пришла, пока не знаю, это унитаз яркая, желтая, это санузел, раковина, там, смесители, все, что можно помыть, что не грязное, и вот это вот пыль, вот тут я уже, видите, отрезала, вот, кому актуально, не оставляют ворсы совершенно, они как резиновые такие, я их кипячу потом с отбеливателем, хорошие тряпочки, и удобно, что разноцветные, вот, именно для уборки, чтобы знать, какая для чего, затем заказала, сейчас покажу вам в работе, вот такие натуральные губки, было интересно, как используют на кухне, и заказала тоже в первый раз, тихонько, и первый раз заказала вот такие перчатки, думала поплотнее, будут розовенькие, ну, хорошие буду использовать, это свинка, покажи ее, как она ходит, это любимая игрушка Игоря мамы, они все остались, это ей привезли, Игоря привезли из Америки подарок, сейчас, и она до сих пор у нас живет, вот, в гаража я ее привезла, но она плохо стала ходить, Амелька, она прям медленно ходит, такая забавная, мама всегда, когда плохо чистила у Игоря, она ее включала, она ее забавляла так, уже да, все, Амель, сломалась она, она не у нас саживала, каникула у нас, поэтому вид такой, погром идет, играют, нет, вот, кстати, перевезли, поменяли комнатами, Леву поселили сюда, тут соседи спальни под нами, и мы заметили, что из-за Лева весь шум, мы убрали его из той комнаты сюда, он шумит, надо его обратно выселять, самый шумный товарищ. Сегодня собралась пересадить герань, я покупала сразу, вот, не помню, розовую, помните, я вам говорила, что несколько пластиковых этих горшочков, и что-то я пересадила в горшки с землей, покупала мешок с землей, а несколько, вот, четыре, я оставила в этом пластиковом контейнере, в белом поливала, и все лето она у меня так и сидела в этих временных пластиковых горшках, ну, тут мне уже Лева принес земли с улицы, шишек, я ему сказала, только не песок, и возьму сейчас, хотела сразу два этих горшка, я обычно, как делаю, я разрываю эту герань, которая уже вытянутая, на хорошие такие отросточки, на веточки, и сажаю, она очень хорошо приживается, но в этот раз у меня, я что-то так не рассчитала, всего лишь один получилось, что горшочки я смогла вот так на веточки разобрать и посадить, вот это все, может быть, неправильно делаю, напишите в комментариях, я специально это все не изучала, вот как-то раньше у меня на веранде же она росла, вся веранда у меня была в геране, и я весной покупала, сажала ее, она у меня росла все, весь сезон, потом осенью все это в контейнеры все мы уносили в котельную, там было прохладно, она вытягивалась, такая была чахленькая, и весной я ее всю, получается, с корнями вытаскивала, разделяла на веточки, не как сейчас на самые симпатичные, я прям всю ее на маленькие, пусть будут красивые, некрасивые, мне самое главное, чтобы было много цветочков получилось, и прекрасно я так ее размножала раньше, потом я покупала петунию, потому что не хотелось ее тоже пересаживать, так вроде петуния на один год, и ладно, все-таки геранина многолетняя, и больше ухода с ней, вот покажу сейчас, убираю желтые листики, я когда присаживала, вот точно так же было все, да, эти маленькие веточки, первые листочки, они пожелтели, надо было там уже все убрать, ну вот сейчас отнесу камелии в комнату на подоконник, потому что здесь тепло, и мне кажется, быстрее она там корешки пустит, я полила немножко, и заодно тут вставлю вам кусочек мотивации, это было заранее, до этого надо было немножко тут поставить Америке один рисунок, так начал уже закручиваться в трубочку, потом я обнаружила, что там тыква снизу стала уже плесневеть, надо было ее выбросить, они как-то, раньше подоконник пустой был, сейчас они много, вот на занятиях делают работ, поэтому подоконник мы используем как такую выставку нашу, в печках, Харюша, постельку ты ему сшила, да, или ты она, кто у тебя это? Она, поэтому, а там горох, да, который по всему дому валяется, так, давай, спит, так, а где мышка, нарушка? Мышка тут, а это морковка ей, да, кушать, чашечка? Ты ушки не пришила Не пришила ушки, ну, сейчас пришьем А что с ушками? Ты же вроде шила, покажи Я шила, но они полились Сама, да, шила? На занятиях не было ее, она сама шила Ну, бань, этот шарфик розовый нежный Давай пришьем, у тебя же вон иголочка, он лежит еще здесь, она шила Я буду брать Спрашивали про занятия, на какие ходят, сколько времени тратите на это У нас, так как здесь занятия очень близко, и в этом году была возможность на бесплатные занятия попасть Поэтому я, как бы, приоритетно отправляла на бесплатно Опять же, я спрашивала Амели, что она хочет Например, на художку мы ходили в том году платно Она говорит, хочу, вот мы поступили на художественную школу, получается, в первый класс Танцами она в том году занималась, ей понравилось выступление, мы продолжили Это тоже бесплатно по ПФДО, три раза в неделю Ну, еще нам, как бы, предложили акробатика, для номеров она нужна Буквально там один урок, один час в неделю вот они ходят И также она ходит в бассейн Это, опять же, спортивное плавание, это тоже бесплатно, это было по ее желанию Но так как все близко, поэтому она вот в этом году так у нас загружена И плюс еще в субботу она ходит, успевает в Альдорфскую школу к Марине Там вот они тоже и танцуют, и поют, самое главное Потому что она немножко такая у нас стеснительная в этом плане Леву хотела отдать на вокал, но поменялся педагог Она по семейным обстоятельствам уехала, появилась молоденькая девочка И там вокал теперь по воскресеньям, а я не хочу этот день вообще ничем Никакими секциями занимать, поэтому мы не пошли Я думаю, что, ну, посмотрим, как сложится дальше У Миши платное раннее развитие Один полчаса танцы, полчаса рисования либо лепка и полчаса музыка Ну вот такие у него занятия И в садике он просто ходит в садик На плавание мы не хотим, поэтому он не ходит У Левой в этом году мало секций В школе он ходит на робототехнику Нам хотел очень сильно вернуться на рукопашный бой Но там очень большая нагрузка, и мы, честно говоря, против Поэтому Миша и Лева сейчас не продолжают эти занятия На бассейн он не хочет, Лев, поэтому Сейчас вроде захотел, они с классом ходят раз в недельку Сава у нас не ходит ни на какие секции Все детство он занимался, в принципе, спортивный Но и вот сейчас, говорит, даже Олимпиаду он хочет участвовать И среди одноклассников, как-то по физкультуре там все нормально Но я его советую, конечно, идти на бассейн хотя бы раз в недельку Для своего здоровья, чтобы спина была ровная, здоровая А так, пока вот не определился Прошлогодний спорт он продолжать не хочет Единственное, что мы с ним по выходным Я ему предлагаю планировать заранее свой культурный досуг Кино, театр, какие-то выставки, интересные мероприятия Также единоразовые бывают мастер-классы По спасению жизни Вот в ноябре я ему уже отправила посмотреть Согласен, не согласен Психологическая студия, это тоже раз в недельку Также мы с ним по вечерам Сейчас такая у нас рутина Мы с ним слушаем аудиокниги Вот одну богатый человек в Вавилоне мы прослушали Массаж делаю, он любит очень Уделяю ему время И мы вместе с ним слушаем книги каждый вечер Сейчас бедный богатый папа Сейчас вставлю отзыв, что он об этом думает Но главное, что постоянно нравится вроде как И заодно еще и массаж расслабляющий Что еще нужно Сейчас немножко здесь поглажу Вещи были без прищепок Так, в честь перекладины все было переброшено Поэтому все собрала И сейчас быстренько тут пройдусь Обычно сливаю с утюговода Потом заново наливаю Но что-то последний раз Стало шипеть И грязь прямо из него полилась Ну сейчас уже проверяю Смотрю, если светлая То могу испортить одежду Я сегодня в жилетке Кстати, было видео Одно из предыдущих Там были кадры в лосинах Кто-то написал Почему в колготках? Почему такой вызывающий вид? Я обычно всегда в платьях Но у меня как-то нет Сейчас такой длинной рубашки Прямо чтобы было почти до колена Хотя я такую очень одежду люблю Но пока вот подбираю Мне ничего не попадается Ношу с этой жилеткой Даже она такая довольно длинная Сейчас прохладно на балконе Поэтому я ее надела на платье Если знаю, что буду на улице Можно сказать, работать То надеваю А так, я не знаю, почему такая реакция Потому что, во-первых, это не колготки Они непрозрачные А во-вторых, сколько я вижу других каналов Везде девчонки в лосинах В велосипедках Попы видны Причем короткие штанишки Ноги голые И тут я появилась в этих лосинах И все И сразу же какие-то недовольные комментарии Я, конечно, понимаю Что и как-то говорила вам Что сама не люблю Когда вот в такой одежде Но бывает так, что Как сказать Ты же дома снимаешь домашние видео Если я буду устраивать дома съемки Какие-то театральные Это будет очень сложно Я этим просто не буду заниматься Поэтому очень часто я включаю камеру Вот как есть И все Не думая, что ли Более-менее прилично Не в голом виде Мне кажется, вы меня ни разу не видели В сорочке Как на многих каналах девочки появляются Я считаю, что это очень личное И этого не должно быть А это нам пришла посылка из Екатеринбурга От Катюши Помните, я вам видео показывала Канал Екатерина Мальцева Может быть, кто помнит Я у нее в гостях была И потом мне подарила там Олечка Мы с ней встречались в аэропорту Познакомились Зрительница наша И она мне подарила туда Вот как раз Свердловский рыжий коробку конфет Я, при том, что у меня там топ рыщи Я ее всю слопала С морковкой, с цукатиками И вот в этот раз Катюша причем жила И говорит Ты представляешь Говорит, мне брат постоянно просил эти конфеты Я не понимала, что он хочет, чтобы ему Москву привезла И я только от тебя узнала Что это за конфеты И что он хотел Представляете Я его даже на Азон или на Авито заказывала На Азон, по-моему И вот сейчас Катюша нам прислала Два вида Космос Там как-то так Вы можете найти Свердловский рыжик И увидите сразу другой ассортимент Такие грильяжные конфетки Очень вкусные И она привезла нам одежку Для детей Ой, привезла Отправила одежку для детей Мне нужно было Леве в школу Тут несколько рубашек А у нее как раз Много было чего И я тогда от нее привезла Тут Америки наряды И вот в этот раз Она нам тут целую посылку отправила Давайте так покажу Не только не трясись Давай мы так просто постоим Хоть пять минуток Рубашка трикотажная Дай поближе покажу Она тянущаяся такая вот По талии Шерстеносик Кардиган И джинсы Я их тогда у Кати хотела взять Думаю Я просто не люблю лишние вещи Но они мне так запали в душ Что я ей потом уже сказала Говорю Катя Вот эти джинсы Они видите такие Чуть-чуть как будто Миша говорит Мам, что они такие грязные Они со стретчем Нет, вроде без стретча Темно-синие Их можно в школу Покажи вверх Покажи вверх Тут такие-то штучки Боксерская перчатка Смотри, видишь? Самая боксерская перчатка Смотри На попе там что у нас На попе кармашки Боксерская перчатка Красивые, да? Такие вещи У Америки тоже Ну, когда качественные вещи Видите? Бархатная ленточка И сбоку Такое миленькое Сердечко золотистое Махеровое Но это как раз Цвет такой школьный На блузку будет носить На платье У нас ничего нет В холодную погоду Как раз А сейчас продолжаю Мотивацию Хочу помыть раковину Так издалека Кажется, что Такой у нас вот порядок На самом деле Когда у нас даже Один день Не помоешь Вода жесткая Налет образуется Ну, опять же Кто-то что-то Почистил Палочки И получается Очень грязная Раковина И моем, конечно Каждый день И здесь у меня Мелькость бассейна Пришла Не разобрала Сутки уже Эти вещи лежали Говорю, все стухнет Говорю, давай уже Развешивай Купальник я через раз Стираю Не всегда Полотенце Заберу сейчас На стирку Мои шумят здесь Поэтому не обращайте внимания Маме надо Как-то Дозвучить видео Все шумят Вот Поэтому купальник Вешу Очки Тут сумочку Бабушка ей подарила Без рисунка Она тут какую-то девочку Уже нарисовала Ну, такой Творческий ребенок И сейчас Я набрызгала Немножко Спреем Будете спрашивать Не знаю Как он называется Какой-то польский Игорь зашел Говорит А нужно Нужно Он вообще Не работает Не понравился Совсем Я бывает Чищу Соды Бывает просто Мылом Губкой Могу потереть Если уж Вот прям Затеялась Туда Беру средство Либо беру Пинглем Эту пасту Кстати Спрашивали Где-то у меня Тоже про нее И тогда Ей потру Но опять же Она с песком С мелким И она царапает Поэтому я Ей вот так Чтобы на каждодневной Основе Не пользуюсь Для раковин Потому что Все-таки Она эмаль трет Ну я так считаю Поэтому Реже пользуюсь Когда Рассказывала вам Да Когда рекламировала Я хотела это сказать Но Когда рекламодатель Проверяет Видео Они Вот такие Какие-то вещи Двоякие Что ли Они стараются Убрать Потому что Это может Оттолкнуть Зрителя Хотя Всем понятно Что она Трет Правильно Она же Не жидкая Это же паста А то Она и паста Чтобы оттирать Поэтому С рекламой Работа такая С одной стороны Почему дают рекламу Через блогеров Например Не через телевизор Потому что На телевизоре Вы все видите Один и тот же ролик Который создал Сам рекламодатель Ну рекламное агентство А через блогеров Вроде как Человек этим пользуется И просто советует От себя И люди Намного охотнее Покупают Эти товары Но получается По факту так Что Все что предлагает Предлагают рекламодатели Вот мне например Мне это все не нужно Я этим не пользуюсь И если от этого Отталкиваться То из всего Что мне предлагают Мне нужно Вот прям Минимум Минимум Того что Бывает даже так Что я предлагаю Кому-то вам нужно И там из друзей Например Я для вас закажу Если мне это не надо И так же с рекламой Они с одной стороны Хотят чтобы это было Незаметно Ненадоедливо Для аудитории Просто ты порекомендовал А с другой стороны В тот же момент Они тебе выставляют Задания Ты должен сценарий Им еще придумать Ты должен Какие-то слова Подобрать Если им что-то не нравится Они их убирают И получается уже Какой-то искусственный Реальный ролик Как для телевидения И вот это И вот это Больше всего Меня и раздражает Поэтому С теми рекламодателями Которые присылают Товары По бартеру Например Как лары дут Белье Они вообще ничего Не требуют Ты заказываешь То что ты хочешь Ты рекомендуешь То что Как ты чувствуешь Но тут только Есть у меня Мои таракашки Такие Я заказываю Белье Например Я всегда смотрю На цену То есть Не прям беру Вот это мне нравится Я всегда думаю О вас Потому что вам Может быть Это дорого Может быть Есть что-то Сейчас на скидках Я лучше это покажу Но опять же Должно конечно Мне тоже нравится И вот с этим Даже я к психологу Ходила Потому что Так ни от кого Этого не слышала Таких заморочек И мне она сказала Говорит Ань Ты берешь ответственность За выбор других людей Они могут Ты можешь заказать Все что угодно Они уже сами Сделают выбор Ты берешь ответственность За их кошелек Либо также Ты берешь ответственность За кошелек рекламодателя Потому что думаешь Они их выгодны Им будет невыгодно Стараешься как-то Для них А на самом деле Все совершенно Намного проще Рассказала вам Всю систему Сейчас еще приведу Примеры Например Вандерлаб Помните Вы так и смеялись Такая интересная реклама С юмором Вот это то Что я могу придумать Мне никто не правит Потому что Вандерлаб Я сама предлагала Даже сотрудничество И не один раз Мы с ними сотрудничали А вот взять Например Конфеты Чокопай Помните Шорс был такой смешной Вот там я сама Приписываю Все Но они решают так Что их реклама Должна быть Не в самом конце А в середине То есть Мне нужно перекроить Так ролик Помните Сладости С папой И все такое И нужно Их кусочек Вставить в середину А не в конец Я же прекрасно понимаю Что вы не очень-то Захотите До конца досматривать Если будет в середине В середине реклама Я же создаю Контент для вас Что вам было Это интересно Это же развлечение А реклама Немножко Но у них же Другие видения И поэтому Получается Все по-другому Сейчас девчонки Спрошу У Савы Они тут в морской Плоу играют По каникулу Как себе Книга Сам богачий Кавилон Нормально Ну скажи Свои впечатления Про судьи Амелечка Давай почише Амел А что именно тебе понравилось Она не нудная Интересная Сказка Много совета Есть какое-то Можешь предложение Как-то выразить Что в голову пришло Нет такого Так Хорошо Следующий у нас Бедный папа Агат и папа Начали слушать Как раз Начало истории Когда мальчику 9 лет Начинает Он там учиться Зарабатывать деньги Как тебе Скучновато По сравнению с той Ну пока только начало Тебе же не А чем Чем не понравилось Тебе больше нравится Как в сказочной истории Да Стреляй Стреляй Сейчас покажу Достала им Вчера из гаража Все привезла Вещи Никто не играет Хотела уже Ехли на авито Выставить И кому-то Короче Хотела уже И с ними Распрощаться Но нет Не дают они Я хотела уже Освобождать балкон Там же игрушки И вот мы как раз Достали Хотвилсы И я говорю Давайте На авито Все это выставим И вы купите себе Другие игрушки На вырученные деньги И вот Хотвилсы Мальчишки подготовили А я вчера Как раз Привезла Машинку Патрульную Большую И все эти мелкие Надо еще батарейки Там ставить Проверишь Как там Что работает Не бойся Да Там просто Может быть Надо масло Что папа Добавил В контакт Только сильно Не жми Там где кнопочка Она почему-то Вот как бы Идет туго Поэтому тебе Страшно нажать На нее Покажи Что внутри Там сколько У тебя машин Тут есть кто-нибудь Тут есть Второй Только надо Помыть ее Ночью В крошках Как-то все Ну-ка Сзади Вот это Есть дверца У меня Она лежит Ее надо Тоже сюда Будет приделать А здесь Кто Там у меня Сейчас Смотри Суперкоманда Вот это Да Вот они Здесь А ведет У них Суперпесик Суперпесик Тоже надо Помыть Нутри Амиленька Там прям Такая Она Уже Запорная Они двое Едут Спасибо Сейчас Покажу Какие они Тут Ветражи Дет Амилень Показывай Ветражик Это лежит А потом Снимешь Клейки Слой Клейки Так Тебе надо Вот эти Снять Где скотч Все Мои дорогие Я на этом буду с вами прощаться Видео должно было быть длиннее Но оно не грузится Поэтому Обрезаю Вот здесь Всем пока Пока Скоро Увидимся Субтитры Субтитры